извиняюсь что в той же футболке в которой и предыдущие видео записал ну я понимаете ли сижу дома сами понимаете всю дорогу дома сижу и разумеется я в одной и той же одежде там ну годами можно когда прятать дело что меняю очень долго прям ладно не будем полить контору поэтому соответственно спрятал немножко такой а когда ты купишь квартиру уже и будешь один там жить вот ну такое да вот бывает или еще когда я ходил на свидание удалось выцепить но вы помните на писечку вот а вы так называете я называю девушка великая девушка принцесса ее блогерша анастасия анастасия великая в общем она мне такая закидывает а ты получается один живешь я говорю нет с отцом и собака и с собакой а такая сразу же изменилась выражение ее лица из заискивающего в дико негативное можно сказать такое все с ним ясно маменькин сыночек ну несмотря на то что с отцом но как бы смысл от этого не меняется с родителями и тут я воспользовался можно сказать подсказочкой которую мне дала моя подписчица девчонка вконтакте она мне написала не вздумай это самое полить контору и говори что ты вот-вот как только начнешь встречаться с дамой ты ей скажи что переедешь с ней в отдельную квартиру и что или скажи что в дальнейшем в недалеком дальнейшем ты будешь жить один да в общем а теперь я этим лайфаком воспользовавшись сказал ей ну вот я планирую переехать а и жить один и снимать может быть там или купить свою квартиру это когда-да-да она мне да 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 так надо много таких она еще интересных вопросов которые так скажем видео не вошли она мне задавала до наводящих кстати это было такое свидание потрясающе в том плане что в основном меня спрашивали свидание от допроса да вы целилась она целилась целилась там типа что происходит ну целилась целилась да не доцелилась в общем-то я считаю что там моя немножко запорол контору в плане там нами задала пару вопросов таких ему пришлось там коррект некорректно ответить и соответственно эта контора дальнейшая но в общем не подходим очень сильно по двум причинам не будут не будут не не сыпь мне соль на рану сам себе короче на рану сейчас воспоминая все это дело в общем смотрите ребята в 2019 году я из екатеринбурга выпорхнул из родительского гнезда да и вот очутился в москве понятное дело с надеждами и с целью избавиться от влияния родителей на себя то есть начать самостоятельную жизнь поучиться я прекрасно понимал они мне говорили что да ты готовить даже не можешь а я им говорил я почему готовить то не готовлю потому что вы мне готовите соответственно как только вы мне не будете готовить я без проблем я чувствовал смогу сам себя в этом плане обеспечивать так что гудбай мой мальчик они меня не хотели отпускать вы знаете какая у меня мама прекрасная которая била выдирала волосы всем ругала обещала несколько раз что сдаст детдом меня причем в дурь дома нет детдом это еще жестче но нет у меня прекрасная мама но с некоторыми такими обстоятельствами как насколько я тяжело рождался был желанным и отсюда гиперопекой отсюда социофобия именно не только отсюда вы все это знаете вы меня знаете я вас знаю вы меня нас сами уют происходит но ощупь то выпорхнул я выпорхнул начале несколько дней мне повезло мне несколько повезло я жил в таунхаусе в домодедово ну даже не в самом домодедово гораздо ближе там в домодедовской области для района да гораздо ближе к москве там станция вроде ленинская была называлась да место чудес за чудеснейшая просто вроде москва да тут как говорится частный сектор все прекрасно все уютно коттеджи там элита живет и тут я такой выпорхнул выпорхнул и явился ну так так случилось что чувак сосед наш по екатеринбургу пожилому комплексу тоже собачник у него две собаки он ветеринар он откомандирован был там и снимал квартиру ну вот шу блять снимал таунхаус но в действительности все я снимал короче пентхаус в таунхаусе с ним то есть это были последние это был последний этаж в таунхаусе такая ситуация была но тем не менее уютно там все ремонт я не уже даже не понял сколько комнат но я немножко его уже начал закалебывать потому что ну очень тщательно я выбирал и трепетно относился к выбору арендной квартиры и в общем то мне очень повезло начали с ним повезло но я денежку там он без денег не остался там 5000 и соответственно мне повезло искал 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 и нашел кстати в этой истории была мама еще раз у меня социофобия гиберопека за ручку и она так не хотела чтобы я уматывал но про маму позже как она мне там малину всю растоптала как-то грамме испортила там эту жизнь это был звездец но об этом позже вообще в следующем видео понятное дело что иначе я вас заколебу просто очень сняла в эту квартиру с 25000 это было несколько в 2019 году сейчас сами знаете какой очень много каких-то невероятных условиях там была очень низкая коммуналка потому что там льготы женщина которая мне сдавала все было офигенно там вначале малина была потоптана потом снова как бы обратно и это все сделал варенье из нее из неликвида соответственно вот все мама до свидания за свидания вот опыт жизни все сепарировался от родителей совершенно я сам себе предоставлен до снимаю оплачиваю работу там сям работаю очень тяжело мне все это дается коллектива я там разругался причем я конфликтный плане там ну так вот если до меня докапывается какая-то мудила то есть такой конфликт а мужчина директор просто там уже поднялся директор директора в этом мтс и долбаном в общем там ушел с концертом как без этого это было и красиво с одной стороны и красиво так чё там такой чувак очень то ничего можно было долго это работу можно было меня это терпеть потерпел ничего страшно выживет не взорвется думаю вот все готовка там покупка еды все сам сам там сам ну единственно вот я не смог там закрепиться почему потому что они ну вот не получилось вы сами понимаете девушки из ацифобии найти девушку вы в этом долбаном леонарде дайвинчике там такая конкуренция в общем никого я не смог выводить встретиться вживую понимаете это ужасно так бы я как бы прятали гораздо все легче было с девушкой она бы работала я бы работал бы было на двуих снимали квартиру и все сказка бы началась я бы закрепился значит вот жил я один опыт жизни одного одному из сепараций от родителей это у меня и давным-давно уже произошло в 2019 году когда я мальцом был очень ничего не понимающим затем у меня был опыт жизни в общаге и нас двое кстати всего лишь было там было тесно вместимость там на троих у нас было двое это прекрасно там постоянно приходили еще другие люди забивка перебивка кстати про общагу там и как я феминисток не буду ни на кого я не сказал феминисток долбаных я сказал феминисток там взбесил и какой там тоже из-за моей социфобии произошел конфликт бред как они мне хотели там туалетную бумагу перцем помазать очень жестко там было в этой общаге то есть у меня был опыт и жизни вот такой вот стесненных условиях там постоянно кто-нибудь приходил к моему не ко мне к сожалению к моему это может у нас социофобия кандрюша друшева зовут и звали зовут значит и такой опыт у меня был был опыт недлительного съема в той же москве квартиры с моим дружбаном и соответственно однушки и двушки там опыты были разные да вот ну и соответственно сейчас у меня опыт жизни был опыт разумеется жизни с матерью с отцом собакой а сейчас у меня опыт жизни с отцом то есть вы понимаете я был в разных условиях сейчас я вам говорю что я квартиру один вот даже если у меня там гипотетически когда-нибудь стрельни как бы услышат мои молитвы и мучения мои увидят да не зрители не только не только вы вы и мы с вами но и на небесах ребята уважаемые уважаемые там ребята какие-то элита вся собралась и мне помогут наконец да то есть подарочек менять еще теория подарочка клада конфет и какашек если у меня такая теория давным-давно ее разработал хотел еще до москвы по моему позже это расскажу если не забуду потому что все таки надо кстати записать давайте запишем сейчас подожди подожди меня сейчас я пишу про теорию ну давай назовем его клада коротко все ребятки написал прихватываю с собой кофеек обязательно вы это узнаете в общем все это кайфово жить с родителями кайфово только не рассказывайте это девушкам с которыми вы будете там на свидании ни в коем разе они не должны это слушать как вот лайфхак и вот девчонка рассказала вконтакте написала подписчица привет илона я даже имя вспомнил понимаете хотя имя-то казалось бы такое для наших степей-то и кривенбургских редко девчонка из питера я из еката еката любящий бесконечно москву ну вот ребят вообще я жил в подмосковье московской области студентиками надо только разработать совместный график чтобы он не мешал вам не мешал то есть отец работает в одно время ты допустим на удаленке а вот с утра до ночи на работе вот так должно быть вы не должны друг другу мешать это возможно ну нужно потрудиться разработать такой график обязательно вот вы должны один на один либо в разных комнатах тоже принципе можно ничего то что в общаге жил как говорится ничего да там никаких разных комнат и не было очень нужно разработать график чтобы вы не мучились да вместе в общем все остальное сплошные плюсы сплошные плюсы то есть и денежка тебе выручат и не так скучно и даже вот и готовить еще раз гипотически если появится девушка как бы не сразу я и объясню что мы будем жить своим отцом и собакой все сразу что никакой сепарация от родителей что она уже происходило вот так вот нет я реально топлю за то что чем больше народу тем лучше как бы это лучше вот с точки зрения материал если все при этом на на хлебники работают то это вы будете жить и процветать понимаете это все это вы гораздо в лучших условиях можете снимать ту же квартиру там гораздо ближе к центру к центру россии там в москве и так далее к центру москвы потому что гораздо лучшим жека да просто когда есть такие моменты когда нужно остаться тебе одного ребята отваливаем там в отпуск там на дачу и так далее то есть нужно так вот уметь работать еще раз у вас у тебя кормежка будет взаимопомощь что не будешь время мучиться скучать один понимаете вот это вот чувство все равно что тебя поддержат любое время придут когда надо ну некоторый момент да и практические тоже вот но будут присутствовать что надоедать вы друг другу будете ну просто уметь разговаривать и уметь друг от друга отдыхать все это вот я понял живя один абсолютно вот мне так не хватало и вам наверняка будет не хватать этой помощи что там сготовить еду там сам там памперс запретили там это того это там все в общем друзья давайте вот все таки не будем так что жить один зато своя один в квартире я живу или снимаю что умеете жить с родителями умеете жить с родственниками понимаете умеете умеете кто-то с детства так вот живет в стесненных обстоятельствах и вас заколебывает да вот просто ну задолбало уже тошнит как бы ну есть такая ситуация ни в коем разе это не комплекс это вот просто такая ситуация есть у меня такие товарищи присутствуют в жизни а есть товарищи которые наоборот живут всю дорогу с родителями да там у них еще и сестра тут живет и тетя и так далее да и в уши не дуют и в общем то не хотят абсолютно понимая все плюсы что-то гораздо выгоднее свалить там из гнездышка родного понимаете вот и все то есть все я топлю за то что это гораздо выгоднее друзья жить в большем количестве в квартире родителями при этом еще девушку приплести а если девушка и еще и и там допустим родители вообще одну большая квартира при этом делается у нас вот трешка например я я вас жду девушки но я с отцом жил еще и баре по кстати вот это блин прикольно все если вам от 18 лет вы тут собираетесь не знаете куда поступать из такого какой-нибудь своего городка и тут опала шанс в Екатеринбурге я придумал в Екатеринбурге я вас подселю максимум двоих для квартира просто пустует комната одна я с отцом и с собакой и вас еще двоих я подселю значит оплата будет копеечная но у нас с вами будет как бы youtube house можно сказать все я придумал короче двое максимум ну понятно дело что если я скажу и парней девчонок а я это скажу что вот неважно даже может быть ты парень у тебя есть девушка все я вас подселяю к себе в Екатеринбург вы сами знаете какой у меня вид у меня все прекрасно как бы все за чудесно друг другу мешать доебывать не будем извиняюсь за март вы работаете вы учитесь то есть вы студенты я там тоже когда надо сваливаю когда не надо не сваливаю ночью понятное дело мы все вместе там по разным комнатам спим я беру шаг например сплю отец у меня очень поздно приезжает то есть мы друг другу мешать не будем друзья так что давайте все подписчики у вас есть шанс подселение максимум возраст короче еще раз арши давайте так вообще от 16 полная свобода от 16 как бы ну стартовая площадка у вас будет моя квартира кто как мы с вами будем развиваться кстати эту тему потом еще разовью в следующем видео от 16 до 20 лет чтобы страшно не было но не до 20 давайте до 20 просто если вы университета тут можно работать будете давайте 23 дружба будет до 23 от 16 до 23 все приглашаю все с вами был александр кузьмин давайте жить вместе заявки я буду принимать разумеется телеграмм выложу как обычно надо кстати по старыми видео тоже давайте жить дружно давайте жить вместе давайте бороться с депрессивными состояниями с муками с предопределением уже нашей судьбы еще до рождения до здоровой нами жизни здоровая нами судьбы жизненной очень все